Здравствуйте, уважаемые друзья! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Сегодня мы поговорим о тех, кто нуждается в помощи и поддержке государства. Кто в меру ограниченных возможностей состояния здоровья, сегодня не может жить вот такой полноценной жизнью, как позволительно очень многим пышущим здоровьем, и дай бог, чтобы таких становилось больше, россиянам. Но именно о том, какая же сегодня доступная среда в городе, о том, как у нас соблюдаются права инвалидов, о том, насколько адаптирована нормативная база, и о мнениях о том, что сегодня происходит, мы поговорим с участниками нашей программы. Это Увиков Андрей, председатель Тверской областной общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл». Здравствуйте. Александр Борисович Трегуб, председатель Тверской областной организации Всероссийского общества инвалидов и заместитель председателя Координационного совета по делам инвалидов при правительстве Тверской области. Совет, как мы знаем, возглавляет губернатор нашей области. И уделяется достаточно внимания на региональном уровне этой проблематике. С депутатского корпуса у нас присутствует мой коллега, главный редактор телеканала «Тверской проспект», заместитель председателя Комитета по соцполитике Дмитрий Леонидович Нечаев. Здравствуйте. И на наше приглашение откликнулся депутат законодательного собрания Борастов Владимир Станиславович. Добрый день, Зимна. Друзья, еще совсем недавно Тверская область была в составе трех регионов, которые вошли в программу «Доступная среда». Это была большая честь для нас и возможность хорошая сделать, скажем, задел на будущее, помогая тем, кто нуждается в заботе и вот такой вот, скажем, работе по защите их прав. Я хочу начать все-таки нашу программу с цитаты, которую приведу вам сейчас. Сейчас это сказал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин на совещании в правительстве по делам как раз соцподдержки инвалидов. Отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. «Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями здоровья». Повторяюсь, это дословная цитата Владимира Владимировича Путина. Далее он также отметил, что соцподдержка инвалидов – это не какой-то проходной дежурный вопрос. Дело не только в том, что это напрямую касается почти 12 миллионов россиян. Это касается всего общества. Именно так расставил акценты наш президент. Насколько слышны на местах слова президента местным чиновникам, как обстоит дело, в частности, в столице Верхневожья, сегодня мы и поговорим. Наверное, нельзя не отметить ту положительную тенденцию, которую мы сегодня видим, когда благодаря федеральной и региональной поддержке в городе масштабно реконструируются, ремонтируются не только дороги местного значения, но и часть тротуаров. И я знаю, что, Андрей, вы входите как раз в состав приемных комиссий, которые, что называется, уже сами опробируют, насколько готова эта работа. И, на мой взгляд, действительно, сегодня уровень подготовки достаточно неплох. Если говорить про этот год, нас впервые стали звать, и это шаг вперед в плане того, что стало открыто и прозрачно все, и с нами стали советоваться, и без нас не принимают дороги и тротуары. С точки зрения качества ремонта, это тоже шаг вперед. Таких проблем, как были в том году, в позатом году, когда были нарушения по занижениям, по углам наклона, этого нет. Но еще много проблем остается, например, если мы берем обязательные требования по тактильной плитке, которая должна укладываться, ее в проекте просто нет, и мы от подрядчика ее требовать не можем, если она в проект не была заложена. Поэтому мы спрашиваем только за те моменты, которые были по проекту. Если было сказано за занижение... Вы уже на этом этапе высказываете свои пожелания на перспективу, чтобы эти работы выполнялись с учетом уже нормативов, которые сегодня предписывают именно такое обустройство. Да, ну, в общем, мы смотрим, что качественный скачок вперед есть не только у подрядчиков, но и у представителей департамента, потому что они тоже учатся. И когда мы присутствуем на приемке, то мы видим, что уже проведена работа до нас. То есть, там, два раза переделали, три раза переделали. То есть, представители департамента приехали, сказали, мы это принимать не будем, говорят как надо. Слышат, понимают, обеспокоены. Да, поэтому, когда мы проходим, там, например, километр тротуаров, мы там единично где-то находим, что не соответствует, и находим какое-то компромиссное решение, и уже, ну, оставляем на следующую приемку, чтобы переделали. То есть, нам, если по прошлому, по позапрошлому году можно было говорить, что каждый там съезд, каждый перекресток, он не соответствует нормативу, то в этом году это, скорее всего, исключение. Если мы говорим то, что заложено в правительстве. То есть, ситуация кардинально меняется в этом плане, в лучшую сторону, и мы будем мечтать, что у городских властей также смогут, наконец-то, дойти руки и до придомовых территорий, которые часто сегодня сравниваются при фронтовой дорожной, так сказать, полосой. Да, но сразу, как говорится, не сразу Москва строилась, будем надеяться, что это удастся. Да, единственное, что берется, очень радостно, и в то же время грустно, почему нас не звали там год назад, два года назад, три года. Город был бы совсем другим. Благодаря тому, что количество работ в этом году очень большое по километражу, я был в Калининграде, я очень идеализировал этот город, они столкнулись с теми же самыми проблемами. То есть, когда незнание у подрядчиков нормативов, незнание у представителей городской администрации, когда они принимали работы, которые не соответствовали. И они тоже буквально недавно только вышли на тот уровень, когда они стали делать все хорошо. Но благодаря тому, что у нас работ гораздо больше, наш город даже выглядит доступнее, чем Калининград, хотя там очень мощная... То есть, в этом году беспрецедентные масштабы работ и качество их, и как раз они, на мой взгляд, достаточно серьезно адаптированы как раз к требованиям для маломобильных групп. Да, и самое главное, что представители департамента теперь идут к нам навстречу. У нас 6 ноября будет проходить семинар, который мы проводим. «Кристалл», «Центр эксперт» и сообщество «Мы тут» в общественном пространстве рельсы. Мы пригласили Льва Борисовича Гутмана, одного из составителей свода правил по доступности зданий и сооружений, который участвовал в его создании, участвовал в создании доступной среды в Сочи к Олимпиаде. Он приедет к нам, совершенно бесплатно будет выступать, будет учить и подрядчиков, и строителей, и чиновников, как это должно быть, постарается в сжатом формате все это рассказать. И вот департамент идет на встречу, они тоже будут присутствовать. И все то, что мы им говорили в этом году, они теперь обещают на следующий год заложить и сделать еще лучше. То есть, мне кажется, теперь дальше будет только лучше. Мы очень на это надеемся и хотим пожелать успеха тем представителям власти, которые действительно обеспокоены этим вопросом, которые слышат слова президента и которые состраданием относятся к тем людям, кто в этом действительно нуждается. Александр Борисович, а насколько сегодня доступная среда для инвалидов? Я имею в виду аптеки, органы власти, все вот это. Как вы оцениваете по столице Верхневожья? Насколько эта ситуация, все-таки, скажем, меняется к лучшему, либо не меняется? Ну, я хотел бы поддержать Андрея в том, что ситуация меняется к лучшему. То есть, за эти годы сделано очень много объектов, которые стали намного доступнее. И нельзя это не отмечать, тот позитив, который есть. Есть позитив. Есть изменения в плане оказания услуг. То есть, те услуги, которые были очень тяжело оказываемы инвалидам, сегодня, благодаря доступности зданий и сооружений, и доступности транспортных путей, стали доступны для инвалидов. Но очень много еще предстоит сделать. И вот, допустим, по такому объему качественных работ тротуаров, мы отмечаем, что сегодня инвалид по зрению не может этим практически воспользоваться. Александр Борисович, мы продолжим чуточку попозже. Меня сигнализирует, у нас короткая пауза. Оставайтесь с нами, мы скоро будем продолжать нашу программу. Александр Борисович, пожалуйста. И хотел бы сказать, что вот на протяжении вот этих последних лет, когда начали делать гладкий тротуар, съезды на проезжую часть, возникла очень большая проблема именно для инвалидов по зрению. Потому что плитка тактильная, которая должна быть по всем нормативным актам, она не ставится. Инвалид полностью теряется, куда ему идти. А съезд на проезжую часть, скат, просто приводит к тому, что инвалид, не зная, где он находится, он просто выходит на проезжую часть. Поэтому мы уже на протяжении многих лет, общаясь с руководителями города, пытаемся доказать, что необходимо устанавливать тактильную плитку. Но, к сожалению, пока эта проблема как была, так и есть. Мы будем надеяться, что вот здесь как раз подвижки будут. Ну а в остальном, как вы считаете, достаточно ли мест для инвалидов, особенно в зоне платной парковки, доступны ли они для инвалидов на сегодня? Вот зоны платной парковки, особенно вообще просто парковочные места у тех или иных учреждений, магазинов и так далее. Если мы посмотрим с вами эти места, они есть везде, они отмечены, но кто их занимает? Вот тут второй вопрос. Здоровые люди занимают это место, и получается, что инвалиду встать не будут. Вот я в одном городе видел, как они борются с этим. Они просто парковочного места вешают плакат. Занял место инвалида, получил его проблемы, болезни. И вы знаете, вот вокруг просто невозможно подъехать, а эти места свободны. А с другой стороны, у нас есть четкое понятие, что если человек не имеет права занимать место, это занял, то штраф довольно-таки серьезный. Но почему-то вот эта система штрафов, она очень хорошо воспитывает, и в Западной Европе очень хорошо воспитывает, да везде воспитывает, где есть система штрафов. Люди понимают, что деньги отдавать не хочется. То у нас здесь пока вот с этим делом как-то напряженно, потому что если штрафовать регулярно, то... То места для инвалидов будут доступны. Будут воспитаны, места будут доступны, и инвалид сможет встать. Здесь другая проблема именно сейчас возникла, именно для инвалидов, когда он должен собрать пакет документов, подать эти пакет документов, чтобы получить право парковаться в зонах платной парковки. И вторая, самая огромная проблема возникла, это введение приказа Минтруда 724, который отменил предыдущий приказ получения знака инвалид, и ввел электронное введение номера машины, на котором поедет инвалид. Вот, как говорил покойный... Вот Андрей нам покажет такой знак. Да, когда-то председатель правительства Черномырдин говорит, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот у нас действительно получилось как всегда. То есть инвалид заказывает дома такси. Раньше у него был вот такой, ну не такой знак. Вот хороший знак. Номера, все, он зарегистрировал. Он берет с собой знак. Приходит в такси, он выходит, кладет знак на переднее лобовое стекло, и уже эта машина становится машиной, перевозящей инвалида. Теперь ситуация другая. Знак этот отменили. Только его ввели, тут же отменили. Теперь мы должны через госуслуги. То есть Андрей вызывает такси, он не знает, какой номер приедет. Он спустился, приехал в такси, и в этот момент он должен войти через интернет в госуслуги, зарегистрировать машину, которая приехала, дать время, которое будет этой машиной пользоваться, и через 15 минут, как обещает приказ, эта машина будет в базе. Представьте, инвалид по зрению. Да вообще просто инвалид. У многих нет ни выхода интернет. Это мы говорим о всей России. Этот приказ зарегистрирован в Миндюсе распространяется на всю Россию. То есть, получается, у нас для инвалидов сделали, не сняли барьеры, а наоборот их воздвигли этим приказом. То есть, все-таки нужно руководствоваться принципом «не навреди», но уж если делаешь, то делай так, чтобы это было как-то адаптировано. Но мы знаем, что есть случаи вообще вопиющие, да? Вы справедливо отметили, наш канал, кстати, уже неоднократно проводил рейды и осуществлял, вот, скажем так, освидетельствование того, ну, снимали вот реально обстановку, как свободны и доступны места для инвалидов. Действительно, на парковках для инвалидов может стоять кто угодно, и этих людей почему-то не наказывают. И действительно, наверное, все-таки недостаточно сегодня работают службы ГИБДД и администрации города для того, чтобы обеспечить доступность мест для инвалидов. Потому что есть вопиющие случаи, когда инвалид становится рядом со знаком «инвалид», под знак он не может встать, занято, неизвестно кем, зачастую непонятными машинами. А инвалиду приходит штраф еще за то, что он, как бы, находясь в зоне платной парковки, стоит не под знаком «инвалид». Ну, наверное, знаете, это вот бред по-другому не назовешь. И когда мы попросили помочь нам, значит, разобраться в этой ситуации, оценив положение платных парковок, которые действуют в городе Твери, Тверское отделение юристов России откликнулось, и мы поговорим еще об этом. И я думаю, что, знаете, как ведь в Твери существует хорошая практика. Действительно, инвалиды могут запарковать принадлежащее им на праве собственности транспортное средство в любом месте, но лишь в случае, когда они зарегистрированы в фирме по озеленению. Почему ни в бане, ни в бюро ритуальных услуг, или в химчистке? И мне трудно сказать, но вот администрация Твери вот именно таким образом пошла, значит, назначив оператором. Но самое печальное, что об этом никто никого не информирует. И вот следуя даже из того заключения, которое мне подготовили при анализе этого документа, следует, что хотя бы, наверное, нужно подумать о том, чтобы сделать доступным саму процедуру. Во-первых, бюро медико-санитарной экспертизы, на мой взгляд, должно информировать инвалидов о том, что такой реестр в Твери существует. Потому что в Твери, как мне объяснили, нет доступа к федеральным базам. И совершенно неважно, зарегистрирован этот человек на сайте Минтруда, вот региональное бюро медико-санитарной экспертизы, либо через госуслуги. Это не имеет никакого значения. Важно зарегистрироваться в химчистке. Ой, простите, в зеленхозе. Вот это самое важное. Но многие не понимают, почему так. Это же нужно объяснить людям. Нужно объяснить. И, на мой взгляд, вот, наверное, облегчить судьбу самих инвалидов. Ведь медико-санитарное бюро может, оформляя либо первичную инвалидность, либо продлевая ее, запросить согласие инвалида на обработку персональных данных. И в рамках соглашения, которое оно заключит с оператором, ну вот, в частности, в лице Зеленстроя, да, передать эти документы, и инвалид тогда автоматически сможет пользоваться вот этой льготой. Значит, понимаете, как бы, делая одно, совершенно не до ума доводится другое. И очень не хотелось бы, чтобы на фоне вот таких серьезных изменений положительных, которые мы с вами отметили, вот такие ложки-дегтя существовали. Значит, те, кто занимает места для инвалидов, до них руки не доходят. А вот инвалида штрафануть, и даже возникает у многих мнение. Может быть, так городские власти пытаются восполнить недостаток средств на свои немаленькие зарплаты? Может быть, так это обстоит дело? Но мы надеемся, что все-таки не так. Поэтому хотелось бы, вот, Дмитрий Леонидович, я знаю, насколько много сил вы положили для создания питомника, для братьев наших меньших, четвероногих. Я знаю, что вы человек неравнодушный, и всегда держите руку на пульсе в отношении тех вопросов, когда люди, особенно люди, не говоря уже о четвероногих наших братьях, требуют какой-то поддержки, защиты и, значит, вот таких, скажем, шагов, которые ждут инвалиды от власти. Я очень надеюсь, я вот вам передам сегодня те рекомендации, которые выработал Тверское отделение юристов России. Им большое спасибо. Ибо, кстати, этой проблематикой обеспокоилась и уполномоченная по правам человека в Тверской области. Она достаточно много внимания уделяет вопросам инвалидов, в частности, лекарственного обеспечения. Сейчас она для себя открыла еще вот этот вопрос в новой плоскости и будет им заниматься. Ну, а я думаю, что наша с вами задача привлечь к этому внимание и все-таки заставить тех чиновников, кто еще не услышал, услышать слова нашего президента. Люди, которые нуждаются в защите государства, должны быть обеспечены этой защитой. И среда должна быть реально доступной. Дмитрий Ильич, насколько вот вы считаете, как ситуация сейчас обстоит, все ли у нас в порядке в городе? Ну, о том, как обстоит ситуация, наверное, главные акторы этого процесса нам сказали уже, от Андрея особенно, да, вот рассказал, с какими проблемами приходится складываться, сталкиваться. Вы правильно, Сергей Николаевич, сказали, что вот я занимался проблемами братьев наших, меньших занимаюсь, и проблемами инвалидов, детей. Это все верно. Дело в том, что это звенья одной цепи. Мы давно все знаем, что о гармоничности того или иного общества, о его развитости, правильно, слова президента привели, который сказал о том, что о степени зрелости общество служит по тому, как к нем относятся к инвалидам. Правильно, как относятся к инвалидам, к детям, вообще к пожилым людям, да, и к животным. Это все звенья одной цепи. Дело в том, что нельзя себе представить полностью гармоничное, нормальное, развитое общество, где, например, любят только детей и, например, животных, или не любят при этом инвалидов, или любят только инвалидов, но не любят пенсионеров. Ну, такого невозможно себе представить. Добро не может быть таким избирательным, да, это будет тогда уже не добро. Это не точечный какой-то, да, процесс. И, к сожалению, да, мы знаем, что в России не зря родился такой афоризм грустный, я бы его сказал, говоря, что на Западе инвалидов называют это люди с повышенными потребностями, а у нас это люди с ограниченными возможностями. Вот, к сожалению, очень часто убеждаюсь в том, что действительно это так происходит. И вот эти возможности ограничивают, ну, вот вы сказали о том, что органы местного самоуправления зачастую подходят, ну, как-то формально очень. Я не уверен в том, что они как-то корыстно в этом заинтересованы, хочется верить в лучшее, но, видимо, действительно, вот то, о чем говорит Андрей, что и вот другие здесь участники нашей программы, что уже пять лет не могут сделать вот эту тактильную плитку положить. Ну, я хочу сказать, что да, значит, инвалидов просто людей с ограниченными возможностями просто не слышат, или не хотят слышать, или отмахиваются от этой проблемы. Поэтому это, ну, недопустимо. Мы же понимаем, что это может привести к драматичным, к трагическим последствиям, что человек просто может, ему и так тяжело, и так сложно в нашем вот мире жить неадаптированным для людей с какими-то ограничениями, и ему еще устраивать. Значит, с чем это вызвано? Вот мое подозрение, что все-таки, скорее всего, просто это делают, чтобы было удобно не инвалидам, а вот, например, организаторам парковочного пространства. Из-за чего вот эти знаки отменять? Потому что им так удобнее это администрировать, этот процесс. Вбиваете в базу, это ваши проблемы, они считают, когда вы там вобьете, за пять минут до приезда тактии, после. Вот очень хороший сказал, подающий надежду мысли Ландрея о том, что они же тоже учатся. Вот хочется, чтобы вот этот процесс был как можно быстрее проходил. И я, как вот зампредставитель комитета постоянно по соцполитике, готов тоже, это в основном соцзащита, в основном это региональные функции, но я готов в этом участвовать. Вы обращайтесь к нам обязательно, мы всегда слышим, вы знаете, что у нас один из депутатов городской думы очень активно, Светлана Козлова представляет эти интересы. Мы готовы это слышать, готовы в меру всех своих возможностей сил апеллировать и добиваться того, чтобы действительно вас слышали, чтобы действительно это притворяло жизнь. Потому что все это должно не декларативный характер носить, сказал президент, ну все поаплодировали и забыли. Это должно незамедлительно, прямо сейчас, сегодня, начинать притворяться в жизни. Мы готовы хлопотать, мы тоже принимаем участие в сдаче объектов, в том числе уличной дорожной сети. Мы готовы с особым вниманием именно к этому подходить, причем еще на стадии проектирования. Ну это, наверное, очень важно, хотя понятно, что вот некоторые особенности по укладке необходимой плитки, они будут, скажем, финансово затратны. Но это того стоит, друзья мои, это стоит того, что это поможет сохранить даже, может быть, жизнь порой иногда людям, которые в силу обстоятельств не могут быть вот такими полноценными в плане здоровья, как все остальные. Ну на самом деле это миф по затратности, потому что если делать проект сразу же доступным, это увеличивает его стоимость на 1%, 1-2%. То есть это незначительные цифры. Это незначительные цифры. Значит, здесь речь идет о, ну так как это сейчас модно говорить, о политической воле, либо о желании чиновников все-таки услышать проблемы. Если переделывать потом, то увеличивается на 5-10%. Вот так. Ну то есть цифры все равно такие, скажем, сопоставимые, но если это в рамках 1%, то удивительно, почему за эти годы все-таки еще, скажем, с мертвой точки в этом направлении не сдвинулось у нас. На Западе, в некоторых городах проводят такие исследования, просчитывают, а сколько теряет экономика из-за того, что какие-то участки города еще недоступны. Сколько теряет экономика, потому что это потери, когда кто-то кому-то должен помогать тратить время. Люди с ограниченными возможностями. Потому что это, во-первых, не только для людей с инвалидностью, это вообще речь... Ну для мамочек с колясками, в конце концов. Для старичков, которым порой трудно уже передвигаться. Это для большого количества людей нужно. Андрей, а насколько сегодня доступны учреждения властные, аптеки, больницы? Как вы оцениваете сегодня? С больницами более-менее хорошо. Аптеки, мы сейчас ходим, тоже проверяем их. Большая часть их недоступна, к сожалению. Очень печально. Да, но у нас есть сеть аптек, которая по телефону делает доставку. Это тоже уже... То есть это уже какая-то подвижка для решения вопроса? Когда мы говорим о доступной среде, это не обязательно то, что нужно... Везде обустроить пандусы, да? Да, зайти в каждую дверь. Это могут быть решения процедурные. Когда есть кнопка, может выйти человек. Когда можно позвонить, тебе помогут. Когда ты можешь найти информацию... То есть не нужно формально или буквально воспринимать всё. Самое главное, чтобы в итоге было решение проблемы эмолида. В итоге должна быть оказана услуга. Потому что он получал бы то, что ему необходимо. А в какой форме? Нажатием кнопки, поднятием по пандусу. Это уже, наверное, дело 25. Народное правило подразумевает разумное приспособление. И вот это самое главное в этих правилах, это подойти разумно. Потому что мы сталкиваемся, в одном месте столкнулись... Организация хотела участвовать в программе «Заступная среда». Они говорили, нам нужен лифт на пятый этаж. У нас там кабинет, мы будем делать работу с инвалидами. Когда мы приехали на объект, говорим, а вот у вас на первом этаже вот здесь что? Вот здесь бухгалтерия. А почему нельзя бухгалтерию перенести на пятый этаж? А тут кабинет сделает на первом. Вопрос по весь воздухе. Вы знаете, когда часто в интернете выставляют или по телевизору какие-то пандусы, которые под углом, как на взлет ракеты, да, или там какой-то звонок, который на расстоянии метр семьдесят с земли находится, то очень часто пишут, чтобы тот, кто это сделал, чтобы он сам бы вот так вот прочувствовал. Попробовал, да, что это происходит? И знаете, да, меня вот это тоже так подхлестнуло. Я принял участие в рейте с незрячим человеком, с инвалидом. Мы ходили по городу. И вот смотрели, как вот его глазами. Вот я хочу, у меня очень сильно, знаете, как взглядом незрячего человека посмотреть на мир. Это очень серьезно. Я хочу, чтобы вот эти люди, которые составляют планы по ремонту, там, дорог, того всего, чтобы они сначала сами прошли и почувствовали, каково это проехать. Ну и так, Владимир Александрович, давайте вам слово. Как все-таки, какая позиция у регионального парламента? Вот нужно отметить, что законодательное собрание Тверской области оборудовано, вот по всем понятиям, наверное, и стандартам, шикарнейшим пандусом. Единственное, что вот дальше этого пандуса может ли инвалид куда-то продвинуться в региональном парламенте? По-моему, нет. Ну, дальше у нас стоит система пропуска. Да. Да. А дальше лифт, который не позволяет заезд осуществить коляски? Я так могу сказать, Сергей Николаевич, во всяком случае, на заседании у нас люди с ограниченными возможностями присутствуют. Более того, по-моему, на пленарном заседании предыдущем, то есть не октябрьском, а с сентябрьском, мы утверждали мировых судей, и один судья вот у нас как бы... Да, он на кресле присутствовал в зале пленарных заседаний, так что... Значит, этот вопрос решается. Этот вопрос очень здорово. Единственное, что я хотел бы, я очень внимательно всех послушал, более того, у меня, значит, ситуация какая. Я, помимо того, что депутат законодательного собрания, еще являюсь и заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству, поэтому с Андреем я отчасти согласен, что там, я думаю, и одного процента нету даже в водорожане. У нас очень много производителей этой плитки, и ситуация у нас складывается какая. Вот, Сергей Николаевич, вы в самом начале зачитали обращение президента, слова правильные, мысль правильная, посыл правильный. Но кто его не делает? Его не делают подрядчики или его не делают те люди, от которых это зависит? Это не делает исключительно исполнительная власть. Чем дальше они находятся от президента, от администрации президента, тем меньше требований они ставят к себе. Это первое. Второе. Те случаи, которые мы сейчас с вами обсуждаем, друзья, мы их обсуждаем, это касается Твери. А давайте мы отъедем на 150-200 километров. Что же там более? Там вообще ничего этого еще нету, понимаете? Андрей, по поводу изменения положительного. Я говорю то, что я вижу. Если, например, что-то делается хорошее, я и говорю хорошее. Если я вижу недостатки, я их не просто критикую. Я всегда, вот Сергей Николаевич меня давно знает, да и Дмитрий тоже, я всегда предлагаю какие-то пути решения. Ну, не какие-то, а, на мой взгляд, здравомыслящие. В частности, например, с чем связано у нас такое качественное и количественное улучшение? Первое. У нас, наконец, департамент по транспорту возглавил профессионал. Денис Игоревич Черных. Человек ответственный, которому я, как депутат, всегда могу позвонить. И который не для галочки, не формально, а именно в Едлево, в хорошем этом смысле, относится к своим полномочиям. Второе. Длительный период у региональной власти была такая позиция, что подрядчики должны быть наши, чтобы налоги здесь оставались. Но зачастую просто срывались конкурсы. Или, например, качество работ, которое в налогах здесь оставалось, оно не соответствовало требуемой, и мы больше тратили на переделки. Разрыв договоров, штрафные санкции и все. Сейчас к нам пришли подрядчики из Питера. Ну, мы все сами видим, что одну и ту же работу за одни и те же деньги можно сделать по разному. Поэтому, если у нас во главу угла будет стоять не региональный принцип, безусловно, у нас должна быть конкуренция. Да, никто не должен лоббировать ничьи интересы. Ведь везде, а я раньше занимался строительством, есть три принципа. Первое – это цена, качество и сроки. Убираем мы хоть один из этих китов, и у нас вся конструкция рушится. К сожалению, в 44-м законе, по которому он проходит, у нас не три принципа, а один – цена. Все остальное уже как бы не важно. Для себя я очень много подчеркну то, что вы сказали. Безусловно, проблемы, которые у нас… Они же понимаете, они же у нас не одномоментно возникли. Они накапливались, накапливались. Я надеюсь, что и Законодательное собрание совместно с Тверской и Городской Думой сделает все необходимые решения, шаги, чтобы жизнь наших граждан была достойной. Понимаете, чтобы у нас человек, который и так испытывает большие громадные трудности. Я, Александр Борисович, хочу сказать, у меня тесть Царственное Небесное, он, в принципе, был в обществе инвалидов по зрению. Ему привозили в свое время, я это помню, на дом работу, контакты они крутили, такая, как машинка, как точильная была. Я это все помню. Сейчас, в связи с изменением производства, очень много рабочих мест просто реально закрылось. А жизнь-то легче не стала. Я единственное, что хотел бы еще обратить, Сергей Николаевич, вот внимание, понимаете, вот ко мне, например, обратились матери детей-инвалидов с 3 до 7 лет. Ну, знаете, когда у нас говорят, что надо любить детей, всех надо любить, и мы видим, что на территории субъекта федерации Тверской области не действует 512-й федеральный закон, меня просто поражает, в соседних регионах, вот у меня написано, Ленинградская область, Ярославская область, не учитываются компенсионные выплаты, как доход. И люди получают, а у нас это постановление не работает. Обратились к Игорю Михайловичу. 8 ноября заканчивается срок ответа всех министерств. У нас же министерств теперь очень много становится, да, я так понимаю, что идея какая, за каждым инвалидом закрепить отдельно взятое министерство. И тогда, наверное, чиновники думают, что все будет лучше. Хотя результаты показывают обратное. 8 числа заканчивается срок ответа. Более того, если не будет здесь решено, я всегда оставляю, чтобы убрать партийную принадлежность, я оставляю с собой право обратиться в администрацию президента и лично Владимиру Владимировичу Путину. Потому что никто, ни один из чиновников под эти слова никогда не встал и не сказал, господин президент, я с вами не согласен. Что-то вы сказали не то. Все хлопнут, как вы сказали, Сергей Николаевич, но дальше этого процесс не двигается. И самое главное, как вот мы здесь уже в колуарах общались, не надо бояться говорить власти на ее недостатки и не надо замалчивать. Чиновник добивается чего? Облегчение социального труда и комфорта. А мы не знали, что у вас что-то не так, а вы к нам не обращались. Понимаете? Поэтому только активная позиция всех депутатов, граждан, администрации, потому что я не хочу сказать, что вся администрация конкретно это сборище каких-то упырей. Нет. Нет, конечно. Ну вот, пользуясь случаем, я хотел как раз к вам обратиться с такой просьбой. Смотрите, вот когда я попытался, разбирая вот нашу сегодняшнюю программу, связаться с фирмой «Зеленстрой», узнать, я говорю, а почему вы инвалиды-то штрафуете? Вот фотография, вот под знаком автомобиль находится. Ну вот, говорит, а у нас, я говорю, ну инвалиды-то, ну уж, господи, это же кощунственно, это просто бесчеловечно. А, говорит, региональный законодатель не оставил нам возможности даже предупреждения. Я имею в виду, что если все-таки вы вот услышите сегодня, да, и, может быть, подумаете о том, что в административных правонарушениях, кодексе, да, внести некоторые исключительные, так сказать, положения, которые позволяли бы все-таки руководствоваться не формальным признаком, а принципом гуманности и здравого смысла, да, вот это было бы очень важно. Кстати, вот говоря о том, что я тоже очень надеюсь, что Денис Игорьевич подключится к этому вопросу, нисколько не ставлю под сомнение его таланты, значит, и все-таки большой опыт руководства региональным ГИБДД, вот, я очень надеюсь, что подвижки в городе в этом будут, и руководствоваться городская власть будет, еще раз повторюсь, не формальным признаком, а принципом гуманности и здравого смысла в первую очередь, потому что за каждым случаем стоит инвалид, а юристы России вот очень четко мне дали рекомендации, говорят, вот нелогично, во-первых, каждый год инвалиду продлевать, вот, что без ногу вырастет нога, простите, это кощунственно, но вот как? А дальше, если вообще никаких возможностей, кроме личного обращения в эту фирму Зеленстрой, не предусмотрено, а как люди, если нет достаточного количества парковок, если не организованы эти все места, потому что мы можем с вами смело сказать, городские власти ГИБДД сегодня, доступность парковочных мест для инвалидов не обеспечивают, вот можем это сказать абсолютно открыто, не боясь, да, как мы с вами говорим, называя вещи своими именами, не обеспечивают. Значит, надо в этой ситуации все-таки штрафовать тех, кто занимает места инвалидов, а не бить сразу инвалида, и так уже ущемленного в здоровье, и слышать слова нашего национального лидера, который призывает нас к здравому смыслу. Вот эти вот предложения, которые выработали, значит, Тверское отделение юристов России, за что я им очень благодарен, я еще раз передам как раз Дмитрию Леонидовичу, и думаю, что Денису Игоревичу мы его перешлем, мы очень надеемся, что даже то положение, которое сегодня существует в городе, будет доработано, чтобы оно было не галочным документов, якобы подумали об инвалидах. Потому что там очень много таких некорректных формулировок, одна из которых говорит, ветераны-инвалиды войны, там многодетные тоже пользуются правом бесплатной парковки при учете в соответствующем реестре. И нормальные здравомыслящие люди понимают, что нормальный реестр – это госуслуги, либо органы медико-санитарного экспертизы, но никак не химчистка или зеленхоз. Сергей Николаевич, разрешите буквально небольшую реплику. Я это помню, когда все начиналось с парковками, что это было якобы для улучшения транспортной системы в городе. Я не устаю повторять, друзья мои, самый хороший пример, чтобы все поддерживали подрядок, соблюдали порядок – это личный пример. У нас есть площадь Михаила Тверского, самая большая бесплатная парковка в городе. Я сомневаюсь, что там сироты и инвалиды ставят машины. Скорее всего, это сотрудники администрации, могу предположить, причем которые ни копейки не платят. По поводу город зеленхоза я сам удивляюсь, почему мубль «Город зеленхоз» отвечает у нас за парковочное место. Более того, Сергей Николаевич, я два года подряд, помните, это не вот эта зима, а предыдущие были, когда парковочные места были просто завалены и на протяжении зимы они выбираются. Я писал и оператору, и в администрацию, и в прокуратуру. Только прокуратура дала предписание, администрация пишет, а у нас заключен договор, да мне не надо отписки, вы мне не можете за мои деньги предоставить качественную услугу. Но если машина стоит в зоне парковки и не может даже на сугроб заехать, а просто рядом проезжает машина и тысяча рублей штраф, что это такое, понимаете? Поэтому мы будем надеяться, что все-таки городские власти здесь проявят человечность. Мне было, знаете, допустим, каким-то удивлением, когда, я не буду называть фамилии, но я разговаривал с одним высокопоставленным городским чиновником, и когда он мне браво отрапортовал, а пусть судится, у нас судебная практика положительная, мы все суды выигрываем. Вот у меня это, знаете, сразу возникло сравнение. Вот это браво, браво такого крепкого хлопца, который победил неравную схватку с безногим, с безруким, с беспомощным стариком, это вот такая у нас судебная практика, должна быть положительная. Вот, наверное, этим стоит гордиться, бесчеловечностью тех, кто сегодня, значит, эти вопросы должен решать. Меня это очень сильно покоребило и даже выбило. Я надеюсь, что у нас такое отношение не является нормой, и вот все-таки позитивные тенденции, с которых мы сегодня начали, они будут приобретать большие масштабы. Мы ведь в это надеемся и верим. Однако, мы при этом должны, наверное, каждый на своем месте заниматься тем, что и вот опять еще раз услышать, социальная поддержка инвалидов, это не проходной дежурный вопрос, дело не только в том, что это напрямую касается почти 12 миллионов россиян, это касается всего общества. Значит, нас с вами и тех чиновников, которые живут на наши с вами налоги и на сегодняшний день не обеспечивают надлежащей защиты тех, кто в этом нуждается. Конечно, нам хотелось бы, наверное, чаще отмечать позитивный опыт. И мы знаем, что такой опыт есть. Вот Александр Борисович очень хорошо привел пример, когда он побывал в одном из южных городов и заметил, насколько доступны места для инвалидов. Хотя темой надо заниматься более глубоко. Самое главное, что она не требует денег. Здесь важно, что если даже какое-то незначительное количество средств понадобится для того, чтобы заложить необходимую плитку, то вот этот вопрос в адаптировании нормативной базы, в том, чтобы сделать ее с человеческим лицом, а не с озвериным оскалом, направленным против инвалидов, наверное, все можно сделать при, как это у нас модно говорить, наличие политической воли, либо просто элементарном желании чиновника конкретного пойти навстречу тех, кто сегодня нуждается в поддержке, опоре, защите. Сергей Николаевич, я бы еще хотел немножечко сместить фокус с органов власти, с представителей власти на наших горожан. Конечно, об этом надо говорить. Да, потому что здесь не только все зависит от того, какие у нас КОАПы, какое у нас законодательство, все-таки граждане, наши земляки, они тоже должны понимать, в каком они обществе живут. Это касается всего общества. Это касается всего общества. Это слова президента. Да. Именно так. Годы последние, которые были, показывают, что доступная среда появляется, но еще на улицах инвалидов мы так не видим, да, постоянно. Хотя их много. Но они будут появляться. Из-за того, что их не видно, люди думают, что их нет. И не задумываются об этом, когда ставят свои машины на парковочных местах для инвалидов. В соцсетях разгораются споры по поводу того, что зачем такое большое количество парковочных мест напротив гипермаркетов больших. Это прям реально проблема непонимания. Вот именно и жители города должны понимать, что это действительно нужно. И это действительно показатели развития общества. Вот как только сознание людей поменяется, нам и клапы не нужны будут. Именно эту цель мы перед собой ставим, чтобы на всех уровнях все-таки человеколюбие стало, знаете, во голове всего. То есть ведь, ну, начнем с законы Божьего. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Вот, наверное, с чего надо начинать нашу жизнь. Согласитесь, и прав Дмитрий Леонидович, который сказал, нельзя точечно или рамочно любить животных, любить бабочек, при этом ненавидеть коров и убивать слонов на охоте, да, где-то там в Африке. Ну, или уж я так немножко утрирую. То есть, либо есть чувство любви к людям и сострадания, либо его нет. Наверное, здесь, возможно, только два варианта. Но наша задача достучаться как можно до большего количества людей и сказать, друзья, все ходим под Богом. Не дай Бог, но у каждого может случиться болезнь. И, оказавшись вот в сложном положении, человек, конечно же, прочувствует то состояние, в котором находятся многие те, из которых вот еще вчера он не задумывался. Согласитесь? Но важно, чтобы человек все-таки осознал это раньше, чем его, простите, самого где-то щелкнет. Все под Богом ходим, друзья. Все. Поэтому нужно все-таки думать о том, как мы относимся к проблеме инвалидов. А то, что вот все-таки вопросы транспорта, парковочных мест, я думаю, они должны решаться значительно более шире. Александр Борисович справедливо отметил. А как быть с такси? А как быть с тому инвалиду, у которого нет личного транспорта? Как здесь-то быть, друзья мои? Или здесь то же самое? Высадят инвалида, и транспортное средство тут же получит штраф. Потому что места для инвалидов будут заняты, а инвалиду, ну понятно, с кого еще содрать? Давайте с инвалида, да? Наверное, все-таки эти вопросы должны решаться. И я вижу, что все-таки начало этому процессу положено. Поэтому они должны решаться совместно. Хорошее дело, с чего мы начали. Вот мы видим с вами изменения положительные даже в том, что инвалиды-колясочники стали присутствовать при приеме дорог. Да, вот та плитка, которая должна быть для слабовидящих, сегодня не присутствует. Но уже большой прорыв для того, что эти дороги стали доступны для колясочников. Это уже большое дело. Я думаю, следующим шагом, я думаю, что будет как раз... Следующим шагом приглашать нас до составления проекта. Да. Чтобы не с причинами... Я думаю, что, Андрей, этого случая, такой ситуации, конечно, навряд ли мы дождемся. Просто вы понимаете, какая ситуация? Есть норма, да? И при составлении задания на проектирование не надо, чтобы кто-то напоминал. Ну, вот никто же не говорит, что, например, необходимо провести экспертизу, да? Все это прекрасно знают. Точно так же все должны понимать, что эта норма априори должна быть заложена. Я, думаю, выражу общую надежду, что те позитивные моменты, которые здесь были озвучены, к сожалению, на сегодняшний момент они единичны. И хотелось бы, очень хотелось бы верить, и я уверен, что так будет, чтобы они стали системными. Мы очень на это надеемся, и, наверное, для этого мы сделаем такие программы. А сейчас, буквально в конце программы, несколько слов обратиться к нашей теле- и радиоаудитории. Андрей. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, чтобы везде нас звали, ничего для нас без нас, это первое. И второе, я хочу сказать, что под лежачий камень вода не течет. Там, в тех городах, в тех регионах, где инвалиды ведут себя активно, конечно же, и наступают изменения раньше всего. Поэтому, ребята, не сидите дома, звоните, пишите, видите где-то несправедливость, вы обязательно должны на нее реагировать. Ну и плюсом ко всему, хочу сказать, что, несмотря на то, что должно все это происходить по вопросам человечности и гуманности, нам в помощь КУАП, которая с этого года, есть у нас такая статья 14.8 в КУАП РАЭВ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Это серьезные штрафы за каждый случай. Например, если это два инвалида не получили какую-то услугу по вопросу такому дискриминационному, то каждый случай считается. Я думаю, что это будет тоже в помощь для того, чтобы как-то вот смотивировать, простимулировать людей. Это очень важно. Александр Борисович, Я хотел бы пожелать чиновникам научиться исполнять то законодательство, которое у нас существует на сегодняшний день, но всем зрителям и гражданам Турской области уважать интересы друг друга. Дмитрий. Полностью присоединяюсь, вот здесь начал говорить о том, что я посвятил один день своей жизни, чтобы прожить его, ну так сказать, в роли инвалида по зрению. Он очень сильно, намного мне открыл глаза, очень большую информацию дал. Вот я хотел бы чиновникам, но если уж они не могут такой день жизни своей посвятить, то хотя бы, чтобы действительно то, о чем говорит, в первую очередь, Андрей, чтобы слышали вас и действительно подходили неформально. Есть такие вопросы, к которым нельзя подходить, решения которых формально. Здесь нужно подходить с душой, по совести, и тогда, я уверен, что что-то у нас в этом изменится. Спасибо. Друзья мои, наша программа вот уже так неминуемо подошла к концу. Вопрос, который мы с вами затронули, весьма важный, значимый. Еще раз повторюсь и скажу словами президента. Отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества. Давайте будем с состраданием относиться тем, кто нуждается в нашей поддержке. Уважать права каждого и сохранять свое человеческое лицо. Тогда все будет хорошо. Ну а наш канал будет держать руку на пульсе и информировать вас по наиболее важным, острым и животрепещущим вопросам. Это была программа «Тема дня» и я, Сергей Рогозин. Хочу поблагодарить всех за участие в сегодняшнем обсуждении. Спасибо, друзья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин